Всем здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова вас приветствовать в творческой мастерской «Золотой ключик» парка культуры «Одых и загородный». Сегодня мы снова приготовили для вас интересный мастер-класс. И мы будем мастерить вот такую объемную картину, объемную аппликацию или можно ее назвать объемная открытка. Сегодня у нас тема путешествия, и вы, не выходя из дома, сможете вместе с нами отправиться в путешествие. Вот наша картина сегодня посвящена путешествию на Красную площадь, а вы можете выбрать что-то другое, куда бы вам хотелось отправиться. Ну что ж, начнем. И для того, чтобы сделать такую объемную картину, нам понадобится цветной картон. Любого размера, в зависимости от того, какого размера вы возьмете картон, такая и будет ваша открытка. Также нам понадобятся либо распечатанные картинки, либо вы можете вырезать эти картинки из раскраски. Или же вы можете нарисовать их сами. Нам понадобится двухсторонний скотч, плотная бумага или белый картон, клей и цветные карандаши. Ну что ж, приступим. Мы берем плотную бумагу и промазываем ее клеем. Приклеиваем наш рисунок на плотную бумагу. Делаем мы это для того, чтобы наша картинка была твердой. Она не прогибалась. С другими аппликациями мы поступаем точно так же. Если вы печатаете рисунки на принтере, то можно сразу же их печатать на плотной бумаге. А теперь, после того, как наша картинка подсохла, мы вырезаем по контуру. Остальные картинки вырезаем таглами. Общая композиция специально разделена на несколько частей, чтобы их можно было расположить по-разному, чтобы это выглядело объемно, на разном расстоянии. Это наша композиция готова. Здесь у нас собор Василия Блаженного, памятник и дерево. Все эти картинки мы будем располагать отдельно друг от друга, но в общий композитор. Можно немного добавить деталей карандашом, добавить тени. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вырезали наши картинки, и для того, чтобы их разместить на открытке, на основе, нам понадобятся вот такие полосочки разных размеров. И сейчас мы будем их наклеивать. Складываем вот таким вот образом, скручиваем. И прихватываем, приклеиваем немножечко. Вот таким вот образом у нас, давай покажем еще, вот таким образом размещается двусторонний скотч. И вот так приклеивается к основе. И теперь точно так же мы размещаем двусторонний скотч с этой стороны, чтобы туда уже посадить нашу картинку. Вот так мы разместили собор. И теперь точно так же поступаем с остальными нашими креплениями. Следующая полосочка потоньше, чтобы картинка разместилась чуть глубже. Если у вас нет двухстороннего скотча, вы можете сделать все то же самое с помощью клея. Если у вас не получается делать такие кружочки, можно сделать вот такие выступы. С одной стороны промазываем клеем, приклеиваем картинки к маленькой, и другую сторону приклеиваем к основной картине. Получается такой мостик. И таким образом наш памятник размещается чуть ближе, тем самым создавая объем картине. Часть картины готова. И теперь мы рисуем облака прямо на основе, прямо на цветном картоне. Для этого мы берем гуашь синего-голубого цвета, можете разбавлять белым цветом. И рисуйте облака так, как вам хочется, так, как вам нравится. Размещайте их относительно основной картинки вверху, в верхней части. Чем ближе находится облачко к низу, тем оно должно быть меньше. Таким образом мы тоже будем создавать объем. Даем немного подсохнуть. Ну а пока подсыхают наши облака, мы нарисуем следующие, сделаем следующие аппликации, картинки. Путешествовать сегодня мы будем на больших воздушных шарах. Вы также их можете нарисовать сами, а можете, например, распечатать или вырезать откуда-то, раскрасить. Ну и здесь мы рисуем. Таким образом у нас получится наша картина с множеством разных техник. Ну и теперь нам осталось раскрасить наши рисунки. Можете сделать это карандашами, фломастерами, красками. Чем нам больше нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы распечатали вот такую еще наклеечку, где написано «Я люблю Москву». Вы можете распечатать или написать, нарисовать сами, в зависимости от того, какое место именно вы рисуете, чтобы дополнить нашу открытку такой деталью. Теперь мы делаем крепление для наших воздушных шариков. Они могут быть или такой же формы, как мы с вами делали для собора, или вот такой, как вы видите. Промазываем воздушный шарик клеем и размещаем на нашем креплении. Второй шарик вы можете прикрепить прямо на основу, чтобы он оказался чуть глубже, тем самым тоже создать объем. Ну и дополняем нашу открытку небольшой деталью. Вот такой наклеечкой. Наша открытка готова. И обратите внимание, что часть нашей картины мы оставили черно-белой, и наши воздушные шарики яркие, цветные. Тем самым создается динамика и такой интересный образ у всей общей композиции. Ну и опять же, вы можете придать этому какой-то смысл. Например, когда вы отправитесь на Красную площадь и посмотрите, как она выглядит, вернетесь обратно и сможете раскрасить все оставшиеся детали цветными карандашами или яркими красками. Ну что ж, всем отличного настроения. Обязательно следите за нашими новостями. Мы приготовили для вас множество интересных творческих мастер-классов. Не болейте и всем до новых встреч!